Мы запустим несколько экспериментов. Сперва мы изменим активацию tangents на relu, потом мы разобьем слой 5 на 5 на 2, слоя 3 на 3. После этого мы изменим пулинг, скажем, что у нас теперь не average пулинг, а max пулинг. И в конце мы добавим batch нормализацию после двух конволюционных слоев. У меня уже какое-то время это обучалось, и вот результаты. Мы видим, что обучилось 30 эпох. Синим графиком обозначен самый стандартный вариант. Он доходит до качества 0.99. В принципе, все графики, они примерно доходят до одинакового качества на валидации. Что скорее говорит о том, что задача в принципе решена. Качество в 99 и 2% уже довольно хорошее, и далее нейросеть просто колеблется возле этой точки оптимума. Когда график accuracy не показателен, можно обратиться к графику loss. В данном случае у нас loss это кросс-энтропия. Чем меньше значение кросс-энтропии, тем лучше. Мы его минимизировали. Синий график, который у нас тангенс, он является не самым низким, то есть это не самое лучшее качество с точки зрения loss функции. Самое лучшее качество наверняка достигается с relu3, то есть конволюции 3 на 3 побеждают немножко. И видно, что они не так сильно переобучаются. После 10 эпохи видно, что все графики немножко растут. Это говорит о том, что сеть начинает переобучаться, то есть запоминает наш датасет. И так как у нас красный график идет ниже, чем синий в плане переобучения, то, наверное, именно то, что мы изменили конволюцию с 5 на 5 на 3 на 3 и, соответственно, уменьшили количество весов, дало такой результат, что сети сложнее переобучиться, построить веса под текущий и существующий датасет. Кроме того, видно, что MaxPooling нам не принесли никакого результата, они только ухудшают обучение, но не всегда результаты интуитивны. Конкретно для этой задачи, конкретно для этой сети происходит вот так. Кроме того, видно, что бачнормализация, которая призвана ускорять обучение, тут ничего не ускоряет, то есть у нас loss как падал за 2-3 эпохи до минимума, так он и падает за 2-3 эпохи до минимума, но, наверное, тут дело в том, что мы довольно быстро выучиваем датасет и что-то ускорять тут уже невозможно. Возможно, нам стоит взять более сложный датасет, где качество будет немножко похуже, и тогда мы посмотрим различия вот этих добавок, насколько они действительно влияют на результат, потому что здесь разницы практически нет. Продолжение следует...